Всем привет! Мне на обзор попал Canon 90D. Эта камера должна только выйти в середине осени, то есть это предпродажный образец. Сразу расскажу основные фишки. Во-первых, это кроп и это зеркалка, как вы видите. У нее есть очень классный поворотный экранчик. Она снимает 10 кадров в секунду и она снимает 4К. Но, в общем-то, знаете, основные такие фишки... А, и еще у нее 32 мегапикселя, то есть это даже больше, чем в Canon R. И при этом эта штуковина стоит... Я видел на американском сайте BH Photo. За нее хотят с 18-135-1600 долларов. То есть сумма очень немаленькая для кропа, потому что если сравнить с 6D Mark II, там можно дешевле купить. Canon RP стоит, но без объектива тоже дешевле. Казалось бы, в чем фишка? То есть почему кроп стоит так дорого? Я на нее вот поснимал, пофотографировал, поснимал видео и я понял, что смысл есть. То есть вот RP мне не понравилась сходу. Эта камера мне сходу понравилась. Я объясню, почему. Она, во-первых, вот по ощущениям, она очень похожа на 6D Mark II, потому что у нее очень хороший хват. По кнопочкам, по всему, я вам позже крупнее покажу, она напоминает Mark III, Mark IV. Именно по кнопочкам. То есть у вас есть любимый джойстик, у вас есть здесь кнопочка там Drive, ISO, но все как положено. То есть если у... А, крутилочка здесь. Если у Canon R это все порезали, объединили там в одни кнопки, то здесь это все оставили. В руке она лежит классно. То есть по сравнению с R, ну R тоже очень классно в руке лежит, но я вот их сравнивал вот так бок о бок. Мне показалось, что корпус 90D, ну вот где-то на полсантиметра она длиннее. То есть с тяжелой оптикой она будет еще лучше балансироваться. Ну в руке лежит вот прикольно. Крупный такой инструмент. По тому, что она умеет. Во-первых, у нее очень крутой автофокус. И следящий, и точечный, и по лицам, и по глазам, и все, что хочешь. И этот автофокус точно так же хорошо работает и в 4К. То есть в RP-шке в 4К можно сказать, что автофокуса нет. Но он на уровне Panasonic, на уровне Micro. Здесь же он в очень темных условиях. Я вам сейчас покажу эти кадры. То есть там, где света вообще нет, но он есть, но очень рассеян от каких-то уличных фонарей. То есть, знаете, мне интересно тестировать камеры не так, как это любят делать в обычных обзорах. Типа поставили вот хороший свет в студии, или же вышли в яркий солнечный день, и давай сравнивать. Типа, как же камеры все классно фокусируются. Я люблю ставить камеры в жесткие условия, чтобы, ну, видеть реальность. Потому что если вы хотите на это снимать свадьбу, то придется снимать и при очень плохом освещении. То есть, ну, когда света практически нет. И автофокус здесь вообще шикарный. То есть он, ну, я же повторяюсь, но как в Full HD, так и в 4K он все ловит. Дальше по детализации. Видео здесь перестало быть мыльным. Ну как, оно перестало уже с URK и RPшки. Но, допустим, в 6D Mark II, ну, я считаю, что видео мыльное. Мне оно не нравится. То есть это еще старая плеяда канонов, там, где, ну, видео с компромиссом. Здесь Full HD, 4K, ну, оно уже нормальное. Оно уже, ну, опять же, знаете, смотрящим сравнивать. То есть если взять там Fuji, Sony, Panasonic, то у них детализация такая прям вырви глаз. Вот вообще не подкопаться. У Canon она не такая сумасшедшая. Но, во всяком случае, это уже не мыло. Это уже нормальное детализированное видео, которое можно спокойно смотреть и не плеваться. Потому что, ну, видео с Mark III, там, видео с 6D, ну, по сегодняшним меркам оно не тянет. Вот это тянет. То есть видео нормальное, качественное. Рабочая ISO, я смелился на нее поснимать ночью. Вот с этим объективом 35F2. Мне очень нравится этот объектив на кропе, потому что удобное фокусное расстояние, хорошая светосила, резкость и стабилизатор. То есть я делал фотки на одной двадцатой выдержке, и нормально, они не смазаны. То есть я ставил абсолютно, ну, просто, знаете, здание на фоне ночного неба, в темноте, ночью. Там у меня было 3200 ISO, 1.20. Ну, я постараюсь в Lightroom открыть эти файлы, но мне для этого придется обновить Lightroom, потому что Lightroom 8.3, предпоследние, сейчас уже 8.4 есть, не открывают эти файлы. Я надеюсь, что я их смогу открыть, потому что, учитывая то, что камера еще предпродажная, возможно, эти RAW-ы еще вообще не будут открываться. Ну, тут посмотрим. Кстати, любопытный момент, я менял карточку, вставлял то сюда, то сюда. Здесь, кстати, по одному слоту карточки, так же, как и в ARKey. И они читают файлы друг друга. Ну, просто забавный нюанс. То есть как видео, так и фото вы можете открывать. Единственное, чего вы не можете делать, вы не можете конвертировать RAW-ы. То есть внутрикамерное преобразование RAW-ы только той камеры, которую вы сняли. Но просматривать можете. Приближать все остальное. Так вот, видео при 3200, даже 4000 ISO видео, оно теряет детализацию, естественно, но оно не превращается в кашу, и оно не шумит. То есть я поразился. Ну, на 3200 вы можете вообще снимать легко. Видео на 1200 ISO, ну, вообще сказка. То есть оно чистое, кристально чистое. 2000 тоже нормальное. Ну, все эти видео я покажу. То есть люди там боялись, что здесь слишком много мегапикселей, это будет сказываться на шумах. Но вот по видео, говорю вам, эта камера держит очень даже неплохие значения ISO. Потом по фотосъемке мне уже самому было интересно. То есть я вот поснимал на 10-18 объектив, на блинчик, кстати, на который я сейчас себя снимаю, блинчик 40 мм 2.8. Мне было интересно, ну, как вообще можно из кропа выжать 32 мегапикселя, то есть чтобы при этом была годная детализация. Так, смотрим фоточки с 90D. Возьму блинчик 42.8, потому что я абсолютно уверен в его резкости. И давайте посмотрим, что там за 32 мегапикселя. зумим. Ну, вот здесь детализация отличная просто. По центру кадра всё можно прочитать. По краям что-то оно... Не знаю, что оно такое по краям. Вот тут очень круто. Тут хорошо. Давайте другой кадр посмотрим. Здесь вот я веточки сфоткал. Веточки смотрим. Веточки очень даже резкие, лепесточки. Давайте уберём небо, прорисуем. Посмотрим, как это дело всё тянуться будет. Ну, смотрите, небо только что вообще не было. Но, опять же, ISO 100, то есть это максимум, на что может камера. Но вот я беру небо из ниоткуда. И что у нас с детализацией? В общем, даже детализировано. Но если мы поднимем совсем уж это дело. А если мы так сделаем? Ну, чё? Ну, вот такое дело. Дальше смотрим кадр. Что у нас с детализацией? Отличнейшая детализация. То есть все 32 мегапикселя честные получаются. Диафрагма 5,6. Ну, вот ещё 40 миллиметров 5,6. Тоже. Вся эта резкость присутствует. Одеваешь старый объектив, не приспособленный к таким выкрутасам, и получаешь сумасшедшую детализацию. При том, что с этими 32 мегапикселями она стреляет очередью 10 кадров в секунду. Ну, вопрос в том, насколько нужны эти очереди. Особенно, когда рассказывают, что всем надо снимать спорт, там 10, 20, 15 кадров в секунду. У нас вот было видео, где мы сравнивали Mark IV и R. Я спрашиваю коллегу, которая тоже за деньги снимает. Я говорю, часто пользуешься скоростной съёмкой? Нет. Я говорю, а тебе надо эти 7 кадров в секунду? Ну, типа неплохо, но как бы есть и ладно. И так же здесь. То есть то, что вместо 7 и 10 FPS, ну, это, конечно, приятный бонус, но чтобы это что-то реально меняло, ну, так, поклацать. То есть у меня в ARK 8 кадров в секунду. Это, конечно, греет, она строчит по-сумасшедшему, но куда это девать, это вопрос. Кстати, я вам сейчас покажу, как выглядят 10 кадров в секунду. Выглядят они, ну, убедительно. Вот это круто. Ради интереса пощёлкаю Canon R. Вот это на автомат больше похоже. Вот чем мне, кстати, не понравилась ARP-шка, в том, что там целых 4,5 кадра в секунду. Ну, знаете, даже если я этим не особо пользуюсь, то мне как-то, ну, неприятно, не круто, знаете. Ещё, вот по сравнению с ARP-шкой, вот почему ARP, допустим, ну, по цене в одну цену. Ну, эта штука в руке, ты чувствуешь танк, ты чувствуешь, что у тебя куча кнопок, всё на местах. ARP-шка, ощущается камера на 500 долларов. Ну, мне она как бы не зашла. Как бы... А, ещё, кстати, важный нюанс, о котором я вспомнил, у ARP-шки новые аккумуляторы, которые очень специфические, то есть они малоёмкие, их нет пока что неоригинальных, и там нельзя одевать батарейный блок. Здесь аккумуляторы, это LP-E6, то есть я просто взял из R-ки, ну, вернее, этот аккумулятор у меня ещё с Mark III остался, я его одеваю в R-ку, а теперь я его одеваю сюда, то есть с аккумулятором, и всё шикарно. И я вот пока тестировал, у меня даже ни одного деления не упало, то есть ёмкость аккумуляторов очень хорошая. Ещё из нововведений я заметил, что подобавляли много таких, ну, любительских штучек, на самом деле, типа обработки фоток, обработки видеотворческих, но это штуки, которыми действительно можно пользоваться, там, типа эффект tilt and shift на видео, то есть я такого вообще в камерах не видел. Эффект там под старую ребёнку, ну, сразу же ты снимаешь видео, уже под старую плёнку, я вам покажу все эти штуки. Ну, для профессиональной работы, конечно, оно вообще не нужно, но как фишка, опять же, как такая полулюбительская камера, но я говорю полу, потому что закос под какую-то работу в этом есть, то есть, ну, с этим можно работать. Единственное, знаете, у этой камеры есть два но. Это то, что это кроп и её цена, в общем-то, потому что цена немалая, но, опять же, это цена на момент выхода, я думаю, что она быстро перейдёт в ту же категорию, что и 80D. Ещё, что я хотел сказать по поводу видоискателя, он здесь не такой маленький, как на кропах, которые я тестировал раньше, то есть я тестировал 800D, и там видоискатель, он как бойница такая, то есть в него смотреть не хочется, он там, ну, знаете, хочется работать только по экранчику, если мы говорим о 800D, и автофокус там тоже печальный. То есть камера, ну как, на свои деньги, окей. Но здесь видоискатель такой, в который смотреть хочется, и он комфортный, яркий, большой. Опять же, есть же механизм пентапризма, есть пентозеркало, и, по-моему, пентозеркало, это более удешелённый вариант, то есть там меньше этих оптических элементов, и вот это вот 800D, и смотреть туда не хочется. Тут с этим всё окей, причём вы выбираете точку джойстиком, как многие привыкли. Точек здесь много, то есть, ну, примерно как в 6D Mark II, я не знаю, наверное, 45, 9, сколько. Ну, в общем, точек много, и они занимают процентов 70 кадров, наверное, ну, боюсь соврать. Ну, в общем-то, много точек, они комфортно расположены. И выбирать их довольно удобно. Единственное, ну, мне из управления, что не совсем понравилось, вот это вот колёсико, оно сильно утоплено, то есть ты, когда начинаешь его нажимать, я нажимаю на этот диск, когда я пытаюсь покрутить колёсико, то есть у меня вот в Mark III оно какое-то было более выпуклое побольше, то есть хочется, чтобы оно было более выпуклым, потому что здесь вот этот диск, ты его как-то вот всё время хочется случайно нажать. Ну, и мне после ярки, я это колёсико ищу здесь, а оно здесь. Но это более старый дизайн Canon, то есть когда у тебя здесь колёсико, ну, в принципе, суть она и та же. А, здесь же ещё есть вспышка. Ну, вспышка, я как бы промолчу, ну, она есть. Окей. Если сравнивать камеру с конкурентами, вот кто приходит на ум? За эти деньги можно купить Fuji X-T3, то есть камера довольно навороченная, там очень крутое видео и автофокусное видео, ну, как бы он чуть более тормознутый, чем у Canon, но он всё-таки рабочий. Но X-T3, то есть как рабочий инструмент, я бы не рассматривал, потому что вот эта штука намного удобнее лежит в руке, у неё все кнопки на своих местах, у неё лучший аккумулятор, и, ну, с этим я бы работал. И экранчик здесь поярче, а там, ну, вам продают просто супер-супер-детализацию 4K 60FPS, которые нужны только для стоков, я считаю, в современных реалиях. Если не снимать для стоков, так не особо-то оно и нужно. То есть функционал, как бы реальное применение этой камеры, я считаю, больше. То есть её можно использовать как блогеру, путешественнику, фотографу, видеографу. Те камеры, или там, если взять микро, Panasonic, кстати, G90, а тут 90D. Ну, он, по-моему, чуть-чуть дешевле. Но, послушайте, когда говорят, что мне запомнился человек, в комментариях мне написал, типа, ну, я говорю, что микро шумит на ISO 400. Он мне говорит, это объектив такой. Это микро шумит с таким объективом. У меня вот такое вот просто лицо. То есть на эту штуку вы можете снимать на 3200, как фото, так и видео. Вот этот кадр я сделал на 35F2, видите, 1,5 и 1250 ISO. И что у нас? Ну, на экранчике оно чуть повеселее выглядело, конечно. Тут шумы уже заметны. А что, если мы вытянем? Ну, при вытягивании теней это дело начинает шуметь, и с деталями там не очень. Но, учитывая то, что это кроп, и здесь 32 мегапикселя, так этому еще надо быть радым. То есть у меня, конечно, на R-ке, ну, я могу на 1250 ISO, вот такого бы не было. То есть она лучше тянется. Тут уже шумы идут, потери детализации. Я, ну, все равно, смотря, знаете, куда эту фотографию отправлять, что с ней делать, если так сильно не тянуть тени. Допустим, так. Ну, вот так все хорошо, если сильно не тянуть. ISO 2000. Шум, конечно же, присутствует. Детализация. А где у нас фокус, по-моему, на машине, на заборчике? Такс, такс, такс. Не, ну, такое себе. То есть если я сейчас потяну, ну, что, потяну. Ну, шум, конечно, присутствует. То есть, ну, у меня бы, наверное, на 4000 ISO вот такое происходило на арке. Здесь уже деталей нет в кустах. Такое. Ну, если clarity добавить, то что? Вон, можно такой HDR даже сделать. Ночной. При том, что я это с рук снял. Так вообще не парясь. Ну, да. Шум очень-очень присутствует. На 2000 ISO шум очень не слабый. То есть, реальная резолюция, ну, реальное разрешение этого кадра ниже. То есть, на 2000 пикселей ночью это видно, что оно вообще не 30 мегапикселей. То есть, при хорошем свете днем, да. Действительно, 30 мегапикселей все очень резко. А вечером, ну, мне сложно сказать, но это как бы не фонтан. Но, опять же, это и не микро, потому что у микро на ISO 400 уже проблемы бывают. 3200, смотрите. ISO 3200. Ну, такая себе детализация. То есть, это выглядит... Ну, давайте этот кадр возьмем. Помню. А, да. Там я... Там смаз был. Это ж я с рук снимал. На 1,20. Обратите внимание. То есть, тут еще вопрос у кого на сколько руки прямые. Но ISO 3200, если мы здесь поднимем тени, ну, примерно та же самая каша, что и на предыдущих. Но, опять же, если это не зумить, то она выглядит очень даже прилично. То есть, как-то так. Давайте вернемся к кадру с хорошим освещением. Смотрите, здесь был одинаковый объектив и одинаковые настройки. То есть, это у нас кропка. Камера, это у нас полный кадр. Но видно по углу зрения. То есть, 40 миллиметров блинчик STM. Мне очень интересно, насколько у них будет отличаться детализация, все такое. Но вот на полном кадре микроконтраст выше, хотя оптика абсолютно одинаковая. То есть, хотя резкость здесь тоже неплохая на кропе. Но все равно, мне кажется, что все-таки здесь как-то линии подчетче выглядят, что ли. Мне так кажется. То есть, они более резкие. Давайте посмотрим в эту часть кадра. Но, знаете, оно на нюансах. Потому что эта картинка, она более... Более вот, ну, микроконтраст выше, детализация чуть выше. Но на уровне чуть. То есть, если эту разницу искать и знать, о чем речь. То есть, если не сильно искать, то здесь картинка тоже очень детализированная. Здесь чуть-чуть разная экспозиция. То есть, Canon 90D чуть-чуть переэкспонировал этот кадр. Но все равно вот, допустим, я сейчас опущу экспозицию. Небо чуть-чуть больше деталей как-то вот на полном кадре. Но оно такое чуть-чуть. То есть, давайте посмотрим ближе. Вот по детализации. Здесь детали четче прорисованы. То есть, все-таки они четче. Но эта разница ну, такая. Не на сколько у них разница. Но оно так всегда. Когда идет уже речь о топовых камерах, за небольшие отличия нужно платить больше. Ну, мы сравниваем кроп и полный кадр. Так что... Ну, вот здесь уже, кстати, обратите внимание. Вот здесь видно, что здесь хорошая детализация. Объектив один и тот же. А здесь он выглядит как-то мыльненько на кропе. Допустим, сюда посмотрим. Люди заслонили эту машину. Давайте на светофор посмотрим. Ну, изображение справа для меня выглядит как небольшое, такое, знаете, цифровое увеличение. То есть, ну, как я себе это вижу. То есть, тут у нас исходная картинка, а эту мы приблизили. Потому что здесь, ну, вот кирпичи на здании видно, что они более резкие. резкие. То есть, эта картинка тоже неплохая. И если я ради интереса добавлю тут шарпен, то она уже будет... Вот я сейчас добавил резкости, и она уже выглядит вообще одинаково. То есть, если сюда добавить просто вот резкости на посте, если вы хотите такой сумасшедшей детализации, ну, вот. Просто Canon R, она, ну, само по себе такое. Здесь это уже, ну, будут шумы лезть, там, и так далее. Но я вот накинул резкости и получил похожий результат. Сейчас я вам покажу, как ведет себя кроп оптика. То есть, справа кадр на Canon R. Это у нас 10-18. Видите разрешение на Canon R и разрешение на кроп в фотоаппарате. То есть, и там, и там кроп, но по-разному работает. Для меня загадка, почему здесь изображение выглядит более резким. вот, вот так. Полнокадровые. Ну, вот, вернем еще раз эту витрину. Вот у нас 90D, вот Canon R. Давайте приблизим. Ну, здесь картинка как-то повеселее будет. Казалось бы. Одинаковая оптика. Как будто бы, знаете, если вот это изображение справа, просто увеличу, сделаю ему интерполяцию и получится вот это. Хотя здесь, вот как-то, я уже говорил, она более контрастная. Интересно. То есть, в данном случае разрешение вроде тут больше, но детали это как-то не особо добавляет. Не, вот здесь надпись на корабле все равно она похожа считается. Ну, я понял, что 10-18 на кропе он какой-то не особо, вот 30 этих мегапикселей не особо-то он вытягивает. То есть, блинчик вот 40 миллиметров хорошо себя повел, а в шире что-то не зашел он мне. Еще вот некоторые товарищи говорят, что на микре размер матрицы типа не намного меньше, чем кроп. Знаете, я, ну, мне сложно вдаваться в такие детали, насколько миллиметров он меньше, но я знаю по факту, по результату. вот эта штука, ну, в принципе, обычные кропы, не только Canon, я имею в виду, когда у вас кроп полтора, 1.6, снимают намного лучше, чем микро, там, где кроп два, там, но вообще не то. То есть, я не понимаю, тем более, что здесь лучший автофокус из всего, то есть, те же Sony, но они не фокусировались так, как это, в общем-то. Поэтому за удобство, за функционал, за реально нужный функционал, ну, вот поэтому я считаю, что эта камера достойна внимания. естественно, спустя какое-то время, потому что покупать по цене на момент выпуска камеры, это как-то очень бредово. То есть, нужно подождать. Еще, что я хочу вам сказать, я пока что сделал такие чисто синтетические тесты, но я хочу на нее провести реальные съемки, то есть, я буду брать R-ку, вот завтра у меня интерьерная съемка, возьму этот фотоаппарат, и у меня еще будет, буду сфотографировать девочку, сравню, объективы будет Fuji 56 мм F1.2 топовых, портретник, и один сюда полтинник Canon 50-1.2. Кстати, они стоят одинаково, то есть, сравнение будет честным, кроп против кропа с топовыми полтинниками. Мне самому интересно, что из этого выйдет, в одинаковых условиях пофотографирую, но это уже будет отдельное видео, то есть, такое чисто практическое. А сейчас я перейду к кнопочкам, джойстикам, ну, в общем, покажу вам вблизи, как она выглядит. Итак, передо мной сейчас 90D, видите, эту камеру, на нее я делал свой объективчик, один из моих любимых, это 35F2 со стабилизатором. Давайте посмотрим, как она выглядит изнутри. Естественно, мы видим, что это кроп. Экранчик, конечно, поменьше, чем у ARK, но я сравниваю с топовой моделью. Но качество у нее очень высокое, как у всех Canon, и сразу на что хочу обратить внимание. Камера стоит в режиме видео, обратите внимание, сколько он пишет осталось. Он пишет, что осталось там 4 часа 23 минуты, это Full HD 60FPS, но мы можем сразу это дело переключить, допустим, в 4K, причем сразу вам показываю, какие есть режимы. Все по 30 кадров в секунду, то есть, опции 24 кадра в секунду нет, но мне очень нравится, что в отличие от RP, эти все количество кадров в секунду согласованы между собой, то есть, Full HD и 4K у вас одинаковые, ну, это супер, потому что в RP у тебя там в одном режиме 24 кадра в секунду, а в другом 30, и без вариантов, только так. Здесь они все одинаковые, что, конечно, очень радует. И он мне пишет, сколько у меня осталось минут на карточке именно полное время, потому что в моей камере он пишет просто 30 минут. То есть, для того, чтобы узнать реальное время, нужно заходить в форматирование карточки. Вот, смотрите, в 4K на карту 128 гигов влезет 2 часа 11 минут. Ну, классно, что он это пишет, потому что у меня только полчаса. Корпус здесь будет привычный всем зеркальщикам, и здесь есть, внимание, здесь есть джойстик вот такой очень удобный. То есть, по сути, эта штука сзади, но она очень напоминает вот Mark III, Mark IV, потому что есть все привычные нам элементы, вроде вот этой крутилки там, колесики, то есть, все на месте, кнопочки. Ну, очень похож корпус. И, что очень прикольно, что она очень хорошо лежит в руке. У нее ручка чуть побольше, чем у R-ки, то есть, она, если я сейчас сравню, вот это у нас 90D, и здесь корпус чуть-чуть побольше. И там, и там один слот для карт памяти, что, в общем-то, как по мне, так не играет роли. Но у R-ки, если обратите внимание, здесь намного меньше элементов. Нет вот этой крутилки, нет джойстика, здесь это все на месте. Кнопка Q, здесь объединена сет, здесь отдельно сет, отдельно Q. И мне, на самом деле, вот этот дизайн нравится больше. То есть, он на марках, он такой же, а на R-ке они решили поэкспериментировать, и все кнопки, но очень много кнопок, сделать многофункциональными. То есть, на одну кнопку в общем-то, все имеют вот самые нужные функции в самых нужных местах. Если посмотреть на них сверху, то тоже видно, что 90D, ну, чуть крупнее, хотя по весу они, в общем-то, одинаковые. Но здесь очень прикольный вот этот экранчик, он очень информативный, он большой, то есть, он по размерам, ну, больше, чем Mark III. Естественно, у него есть подсветка, как положено, только я что-то не могу включить ее. И что мне очень понравилось, тут есть очень удобная кнопочка, вы ее нажимаете и выбираете тип автофокуса. Вот здесь это Multi-Function, который ты переназначаешь, а здесь она отвечает за выбор фокуса. Но просто Multi-Function, она заменяет все вот эти вот кнопки. И на самом деле, когда у вас отдельная кнопочка под ISO, под Drive, под выбор типа XP-замера, ну, мне это нравится больше. То есть, во всех профессиональной линейке Canon, оно всегда так было, но здесь они решили поиграться с этим. При этом, здесь традиционное колесико изменения режимов. в общем-то, абсолютно классический режим, классический дизайн для всех Canon. Мне радует, что я могу так непринужденно перекидывать объективы отсюда-сюда, потому что и то, и то поддерживает как crop, так и full-frame оптику. И, кстати, кнопочка включения находится в одном и том же месте, просто здесь это вот такой, ну, она переосмыслена на Rке. Вот это экран Canon R, это экран 90D, то есть, когда вы снимаете видео, видите, насколько оно меньше, так ощутимо меньше, чем здесь. Ну, этот экран удобнее, но, впрочем, к этому тоже можно привыкнуть, если их так не сравнивать бок о бок, тем более, что оба экрана сенсорные и очень похожий функционал, то есть, фокус по лицам, там, выбор баланса белого. Вы берете одну камеру в руки из них и вам все понятно, то есть, у меня адаптации, периода адаптации к этой камере вообще не было. Но, опять же, я снимал на Mark III, сейчас я снимаю на R, а это, можно сказать, гибрид. То есть, это и зеркалка, и в то же время она имеет все прикольные плюшки новых беззеркальных камер, то есть, все эти типы автофокуса, удобнейший сенсорный экран, ну, и так далее. Еще, что меня радует в 90D, ну, как радует, это просто обычная фишка для зеркалок, вот эта вот кнопочка внизу для просмотра глубины резкости. Как бы, у Canon R отдельной такой кнопки нет, ее приходится переназначать. Ну, назначил, она есть. Покажу вам разъемы, которые присутствуют на этой камере. Выход на наушники, вход для микрофона, можно пульт подключать. Здесь у нас mini HDMI и micro USB, то есть, это не Type-C, а именно микроразъем. Вот такой они решили вставить здесь. Но, в общем-то, самое необходимое есть, потому что, если бы не было выхода на наушники, было бы уже как-то грустненько. Давайте посмотрим на основные функции, которые она предлагает. Настройки видео. Высокая частота кадров, он может снимать, обратите внимание, Canon R снимает 720p, 120 кадров в секунду. Эта штука снимает Full HD. В этом плане она уже лучше, чем Canon R, потому что у нее 120 кадров в секунду в Full HD. Дальше. здесь, ну вот сейчас у меня кроп-объектив, но я могу одеть и полнокадровый объектив, не суть важная. В любом случае, он будет со всей матрицы, он будет писать 4К, со всей кроп-матрицы. Но вы можете дополнительно добавить кроп еще сверх этого. Качество при этом теряется, я пробовал. И камера еще говорит, что она может перегреться в таком режиме. Честно, я не знаю, зачем они это добавили, но это здесь есть. Вы можете добавить искусственный кроп при 4К. Любопытно, что если вы включаете Full HD, сейчас я найду, ну тут есть Full HD 60 кадров в секунду, более сильное сжатие, обычное сжатие HD, то есть 720p, и вот Full HD. Так вот, при этом здесь кадрирование все равно оно относится к 4К. Сейчас у меня стоит 10-18 объектив, он в положении 10 мм. мы заходим вот в этот 4К кадрирование, отключаем его, но это в Full HD, обратите внимание, мы его включаем, допустим. На Full HD картинку это не влияет. Допустим, мы теперь выключим этот режим, перейдем в 4К. Ну, в 4К, видите, точно то же самое, что и в Full HD, в отличие от Canon R, где у нас полный кадр это полный, а 4К это кроп. Здесь же мы можем теперь, здесь включим кроп, и он чуть-чуть обрезает, но кроп какой-то не сильный, то есть он вроде бы кропает, но как-то не знаю, то есть и обратите внимание, здесь он пишет, где же это он писал, 4К кроп. Выключаем эту штуку, но штука какая-то очень странная специфическая, и тут процентов, ну на процентов 20 она кропнула его. Запись звука один в один, как в Canon R, автоматическая, ручная, отключить, ну с этим все понятно. Тоже фильтр ветра, глушилка для звука, все то же самое. Цифровая стабилизация двух стадий, то есть обычная и улучшенная. Улучшенная делает картинку ужасно мыльной, смысла не вижу, то есть вот это уже хорошо работает, особенно если у вас объектив со стабом, то вы уже можете двигаться, снимать какие-то проводки, то есть я считаю, что вот эта штука и стаб в объективе практически не уступает матричной стабилизации. коррекция хроматических аберраций, то есть не просто винетирование, хроматическая аберрация, но в Canon R то же самое. Дальше таймлапсы можно снимать, ну тут настройки таймлапса, если вы хотите, причем у него можно сделать три типа сюжетов, под каждый вы выбираете, то есть они уже запрограммированы под каждый какой-то свой тип, медленно движущиеся объекты, идущие люди и медленно меняющиеся объекты, и он это может делать как в Full HD, так и в 4K, или отключить, или вы можете сами запрограммировать так, как вы захотите. Дистанционное управление, не пользуемся, видеофрагменты, качество видео, что ж ему не нравится-то, допустим, мы поставим Full HD, и у нас становятся активными видеофрагменты, я так понимаю, что это какой-то возможно монтаж он может предлагать, но у меня в Canon R такого нет, скорость воспроизведения, нужна инструкция, которой у меня нет, чтобы понять, что это такое. Дальше, ну вот эта панель полностью совпадает, то есть у современных Canon'ов тут все одинаково, приоритет цветов очень рекомендую для съемки видео или шпегов, потому что оно добавляет вам динамического диапазона в пересвеченных зонах. Баланс белого, все то же самое, вот есть этот модный баланс белого, который АВБ-Вайт для съемки в помещениях очень классная штука. В помещениях или же если у вас на улице желтые фонари, эта штука действительно дает ровный белый цвет, ну или желтый, обычный желтый баланс белого от Canon'а. Ну здесь все понятно. Типы автофокуса, причем в этой камере есть автофокус по глазам и следящий автофокус по глазам здесь тоже есть. Обратите внимание, какие здесь типы автофокуса для видео. Ну и фото тоже, если в режиме Live View, то есть вот это вот Dual Pixel. Их всего 4, у Canon R их там чуть ли не 10 штук, но на самом деле там это излишество. То есть все равно здесь 4, которыми ты реально будешь пользоваться. И на той камере я пользуюсь по сути только вот этими тремя даже, потому что чем отличаются точечные и по одной точке. Ну вот давайте сейчас включим режим автофокуса. Новая кнопочка здесь, которая выбирает тип автофокуса. Ну вот эти, как я вижу, они отличаются размером этой точки, как по мне. Большой, зональный. И по лицам, причем обратите внимание, нажимаем инфо и у нас появляется личик, то есть он сейчас по лицам. Нажимаем еще раз по глазам, потому что там глазик появился. Тут художественные фильтры, по-моему, вот у меня такого нет, но это нужно сделать кадр. Допустим, я сейчас сделаю кадр. Заходим в художественные фильтры. Смотрите, что он предлагает делать. Зернистое, черно-белое изображение, софт-фокус, эффект фиша и рыбьего глаза, масляные краски, акварель, игрушечная камера, то есть tilt-and-shift. Блин, вот я, когда делал обзор на Fuji, я как раз говорил, что у Canon нет tilt-and-shift, типа, это же прикольная штука. А здесь вот она уже есть. Эффект миниатюры. Игрушечная камера, миниатюры, честно, не знаю, с чем отличаются, но надо играться, я не буду в это сейчас углубляться. Кстати, коррекция красного глаз у меня, по-моему, такого и нет. Такая обработка, обработка RAW, быстрая обработка, обычная. Вот творческий помощник, я сейчас зайду, посмотрю. И дальше мы можем выбрать эффект для применения к изображению. Изменить яркость можно. Сет, контраст, допустим, насыщенность, еще один тон, в ЧБ, монохромная. Ну, в общем, такая себе примитивная цветокоррекция, но он может это сделать в камере и обработать. Ну, я думаю, что если где-то на отдыхе хочешь, а вот пресеты есть готовые, типа, для инстаграмчика сделать какой-то профиль такой, то прям в фотоаппарате, но я думаю, что фотоаппарат это точно лучше сделает из RAW, чем телефон, и можно с таким играться. На самом деле любительская штука, но в рамках этой камеры ну, как бы, хорошо. Здесь есть не только Wi-Fi, но и Bluetooth, я пропущу его, и GPS. Автоотключение, какое-то тут оно хитрое автоотключение. Яркость экрана повышенная. Так, дальше. TV-стандарт, громкость наушников, звук подтверждения, разрешение HDMI. Дополнительно. Что у нас тут дополнительно? Ага, вот здесь они назначение кнопок спрятали. То есть, я думал, где оно, оно же дополнительно. аудио сжатие, даже аудио сжатие есть. Вот это что-то новое. Если мы захотим запрограммировать кнопки, ну, у Canon R можно отдельно под видео, отдельно под фото перепрограммировать каждую кнопку. Здесь кнопок меньше для выбора, то есть, их всего 8, не, 9 штук. Но учитывая то, что их здесь много, я не вижу смысла их перепрограммировать. Canon R в этом реально больше нуждается, чем эта камера. фокус по нажатию, вот это даже в репортажных условиях, в принципе, прикольная штука, я иногда пользуюсь на Canon R. Если мы переключим, вот обратите внимание, режим фото, поднимаем зеркало, весь экран у нас используется, переключаем видео, и экранчик уже обрезается, и вот, ну, я его ощущаю маленьким вот в этой ситуации, но опять же, это дело привычки. Нажимаем на Q, и вот эта менюшка вообще один в один, как в Canon R. Стабилизацию можно включить, выключить, баланс белого, профиль изображения. Я профиль настроил, как я люблю, убрал контраст, оставил резкость, чуть-чуть убрал насыщенность. Кстати, у него на видео есть эффекты. Смотрите, старые фильмы, прикольно, ну, знаете, любительская штука, но все равно воспоминание какое-то, резкие ЧБ, видеоэффект, вот этого, кстати, уже в Fuji не было, эффект миниатюры, то есть, tilt and shift, но на видео. Нажимаем инфа, и мы выбираем, а, степень, с которой он это будет делать. Отключить, а, то есть, по сути, тут пять эффектов. Такой сон, старые фильмы, воспоминания, резкие ЧБ, эффект миниатюры. Но старые фильмы, сразу хочется в этом взять и поливать всю свадьбу. Параметры записи, которых всего пять режимов, плюс 120 кадров в секунду, отдельный режим. Цифровая стабилизация, уровень громкости, вот. При нажатии на кнопку инфа мы видим гистограмму, которая, кстати, вот мне интересно, если я начну запись видео, гистограмма пропадает. Вот, мне написал один человек, что у Канона это минус, типа, как не оценивать уровень освещенности. На самом деле, здесь очень качественный экран, поэтому вы, то, что вы здесь видите, так оно и будет снято. Но там человек спрашивал про лог, потому что, ну, здесь нет лога, а в Канонар лог идет в ручном режиме и сложно менять, ну, ему сложно менять экспозицию, не видя гистограммы. Ну, есть такое дело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok